Всем привет! Сегодня мы с вами посетим Бухару в Узбекистане, один из древнейших городов Центральной Азии. Будет очень интересно! Салам! Салам! Родной Узбекистан, я шлю привет! Остановились в отеле Камил Бутик. Это очень старинный, аутентичный и необыкновенный отель 19 века. Камил Бутик отель расположен в исторической части города Бухара в 300 метрах от площади Ляби Хаус. Здесь оригинальная столовая 19 века. Все осталось с тех времен. Салам! Салам! Родной Узбекистан, я шлю привет! Салам! Салам! Не виделись с тобой мы много лет! Я что-то упустил, вот догнать готов, как будто бы я жил в долине вечных снов. Салам! Салам! Родной Узбекистан, я шлю привет! Салам! Алейкум! Мои хорошие друзья! Салам! Алейкум! Салам! Алейкум! Если осталось внутри чашки немного чая, вверх наливать нельзя. Даже если чуть больше лед, нужно так слить, налить только сверху. Нельзя наливать поверх старого чая. Гуляем как раз по старому городу. И в том основном сохранились также с 18-19 века. При перестройке они также должны быть согласованы с департаментом Ахрана Паня, с городом Тектор и департаментом Бюнецком. Каркас у него деревянный, заполняется это все кирпичом, и затем может облицовываться облицовочным кирпичом, либо вот так вот обмазываться саманным раствором, это длинная соломость. Очень хорошая термоизоляция. В основном русские поселения находились за пределами. В самом городе проживали евреи, арабы, местное население. Здесь очень узкие улочки и напоминают их бриллиантовая рука. Очень хорошо, не жарко. Ханака Диван Биги – это медресе, возведенное в 1622 году. Здесь расположено очень приятное атмосферное кафе. А именно тут мы ели очень вкусный плов. Оно расположено на берегу искусственного пруда. Посетим в капе с кафе и немецкий пол, арский. А также шашлык из бараньей печени. Пробую это впервые. Так очень вкусно явно. Санкт-Петербург. А также вкусно. Ммм. Это уже очень вкусно. Ммм, очень вкусно. Ммм, очень вкусно. Ага! Бухара является одним из древнейших городов Средней Айти, где Бухаре начнут более 2,5 тыс. лет Дарили их чаще, чаще всего, молодоженам, как символ изобилия и достатка, то есть подарив такую чашу, в ней можно было подать какие-то угощения, как только угощения заканчивались, можно было подать знак о том, что ее пора пополнить. Внутри есть шарик, и дарили ее с пожеланием, чтобы ваша чаша всегда оставалась немой, то есть всегда была полна, потому что чаша полна, естественно, она не изменит, как символ изобилия и достатка. Часто керамика проверяют по звонкам, то есть здесь керамика, она более глухая, за счет высокой катастрофы соли, здесь имеет высокое свежение минералов и практически не имеет никакого звона. Он покрывается также толстым слойом глазури с использованием кобальтовых и лазуритовых красок. Город является важным просветительским пунктом на территории Бухары, до революции находятся более 160 мадресеев, ну и важный торговый город, так как город находится на великом шелковом пути, естественно, здесь было множество различных базаров, рынков, торговых площадей, и также была система так называемых купольных рынков или торговых куполов. Мы с вами сейчас находимся под первым торговым куполом, который назывался Токи Сарафон, переводится как купол менял, здесь обменивали валюту. Пользуя золото в архитектуре, в декоре, в украшениях, здесь есть ремесла исконно женские, а есть ремесла исконно мужские, например, вообще вышивка, ковроткачество, шитье, это традиционно женские ремесла, но вышивка золота, это традиционно мужское ремесло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джиевна Снеграни Субтитры сделал DimaTorzok Это Бухарский эмират, это Химинская ханство и Куркистанская генерал-губернаторство. В 1917 году со сооружением царя Николая II объявляется советская власть на территории России. И ближайшие автономии, колонии, союзные государства получают суверенитет. То есть это Восточная Европа, Кавказ, Средняя Азия. Бухарский эмир сохранял определенный нейтралитет. В 1920 году начинается присоединение Бухары под командованием Фрунзе. Идет завоевание города, спустя четырехдневной бомбардировки города и скапитуляции мира объявляется советская власть на территории Бухарского эмирата. Основывается Бухарская народная советская республика. Это мадресе Улукбека. Улукбек являлся также полководцем, являлся внуком Тамерлана. Он запомнился своими научными исследованиями, он был астрономом-математиком. Обучали в основном точным наукам, то есть это астрономия, физика, математика. Отличием в Бухарском эмире является то, что это древнейший из сохранившихся. В основе этой архитектуры строились все последующие учебные заведения в Средней Азии. Местный правитель, звали его Абдулазисхан. Он приказ построить мадресе, которое должно было бы стать самым роскошным, ярким, выделяющимся своей красотой. То есть он тут получил учебные заведения с 17 века, так как сам хан, он же скончался во время своего путешествия. Его приемники понимают, что даже если они закончат строительство своего мадресе, он все равно будет остаться с предыдущим ханом. Поэтому тратить свое время и светло на его окончание, они стали. Вот здесь готовый голодный угорь, который я сам шью. Седьмое поколение шью. С утром в осень прихожу, вечером в семь ухожу. Один час мне на обед нужен все. Обед тоже здесь. Потом основное время только на машинке. Ну хорошо, что есть хотя бы работа, туристов есть. У нас самый дешевый город Бухарин считается. У вас в 4 часа у нас в Бухарине можно ходить спокойно. Кафе, бары, рестораны, гостиницы. Никакой проблемы нет. Вот туристы здесь не трогают, даже не спрашивают, откуда тут, как у вас регистрация есть. Даже не тревожат. Сейчас мы с вами можем пройти чуть дальше, посмотреть келью студентов, как проживали сами студенты. Здесь спали на полу, на специальных матрасах, называемые Курпа. А в центре пола находился проем, вот ним находился ящик. То есть туда складывали дрова, угли, камни, тем самым отапливали пол. То есть понимаешь, что теплый воздух поднимается наверх. Тем самым можно было отапливать комнату. Стены, опять же, чтобы обратить внимание, довольно-таки широкие, видите, метра два, два с половиной. Опять же, для сохранения оптимального микроклимата. И поэтому и двери тоже довольно-таки низкие, чтобы сохранять прохладу или тепло. Это самое масштабное по размерам Бухарское медресе. Одна, а также одно из самых крупных учебных заведений всей Средней Азии. Бухарская народная советская республика, которая спустя четыре боя, то есть в 1924 году, была разделена на Узбекскую ССР, Таджикскую ССР и частично Туркентскую ССР. Столицу затем перевели из Бухары в Самарканд в 1925 году и в 1928 году из Самарканда в Ташкент. В 1927 году Ташкент вели от столицы Узбекской ССР, ну и нынешней дистанции Узбекиста. Наред того и медресе Мир Арам. Комплекс был потом период с 12 по 16 века, с труднейшей мечетью Средней Азии. Хан, он приказал построить сооружение, которое должно было бы указывать на величие и имущество как самого хана, так и его государства. Один молодой степ, который проекнулся в высотную башню, которая была в 15 дальнего расстояния. Функционируют по сей день уже почти 500 лет. Здесь по сей день учатся мальчики, а после окончания школы в 16-летнем возрасте могут поступить сюда для получения среднепрофессионального религиозного образования. Обучаются здесь 4 года, образование платное, примерно 1000 долларов в год. В советское время это было единственное действующее исламское учебное заведение. То есть со всего СССР мальчики, которые хотели получить исламское образование, они все пребывали в Бухару, здесь обучались 4 года и затем возвращались в свои республики. Музей и мастерская национальных кукол. Это необычный частный музей, посвященный истории кукольного театра Узбекистана. Пустители могут увидеть выставку национальных узбекских кукол, изготовленных из папье-маше. Основатель музея Скандер Хакимов вот уже более 20 лет занимается изготовлением кукол. Его коллекции полупали на выставках в разных странах мира. Зарисовываем, затем лепится слепок из культурного пластилина, заливаем гипсом с двух сторон. Получается такая вот форма, штамп, который заполняется бумагой и клеистером, несколько слоев. С клеем смешиваются, они высушиваются несколько дней, получаются очень крепкими. Склеиваются, срезаются ненужные элементы. Такая вот форма головы, она фиксируется на палочке. Затем покроют еще несколько слайд бумаги, шлифуют, покрывают двумя бумаги. Вот специально все пальцевые системы, то есть отборика куклы. А другой мастер-бук, пролетерной куклы, где там показывают стволы сразу двумя куклы. Это, может быть, фарские мерзии в гаремах, музыканты, калун из сказки Аладдина Ушернова, Бобрига, Дервиш, Алибупай и 40 разбойников и много-много других различных. Мы с вами прошли торговые купола, они являлись рынками открытого типа. Вот здесь примерно так и был расписан сам рынок. Здесь продавали именно дорогие изделия. Предварительно правильно проходили именно богатые люди для того, чтобы прикупить товары роскоши. Здесь продавали парчук, то есть баркетный шелковой ткани, вышитый из золотой серебра. Благодаря многокупольной конструкции и толстых терпичных стен, здесь в течение года температура практически не меняется. То есть синий цвет – это ясное небо, белый – чистота души, красный – это единство нации и зеленые плодородные земли, то есть зеленые поляскы. Полумесяц – это объединение всего Амбекистана и мусульманская символика, и 12 звезд, символизируя 12 областей. Могли судить даже замужем девушка, либо нет. Вот это вот чисто бухарские серьги, видите, это шибурман называют, ну вот шибур-шибур, да, вот много камешков. Один либо два красных камня обязательно, рубин либо гранат. Но вся красота филигранная работа закрыта многими, видите, рядами жемчуга. Вот свекровь дарит невестке до сих пор такие свадьбы, после свадьбы такие серьги, то есть только золотые, с пожеланиями. Много детей, много денег, много счастья. В течение имеет гранат сакральный и еще цветок миндаля. Вот гранат, цветок миндаля – это символы плодородия. Вот восточный огурец говорит, но у нас, видите, на старых цвететейках тоже есть миндаль. Или восточный огурец, как он называет, но у нас это бодома. Даже испанцы, итальянцы, мандала говорят, да, вот цветок миндаля. Он растет только в плодородные годы. Есть также традиционные ножницы, которые изготаживаются только в кухаре, не используют для формия золотого шитья. Это увеличенная версия. Фарские ножи, которые называются шкор, они изготаживаются из белой стали и характерной рукоятью. Изготавливайте такие ножницы, которые используются для золотого шитья, потому что обычными ножницами узор будет рваться, а такими ножницами можно вырезать любой изгиб под любым узором. Какое изгибательство? Какая изгибательство? Какая изгибательство? Какая изгибательство? Да, мы не сдадим. Название комплекса переводится на русский язык как детский водоем. Это связано с тем, что Болла Хаус используется в качестве источника воды. Практически на всей территории Средней Азии тогда наблюдались проблемы с доступностью питьевой воды. Из-за этого приходилось строить искусственные водоемы Хаузы. Колонна Айвана сделана из дерева в форме сталактитов. Крепость Арк является самым древним архитектурно-археологическим памятником Бухары. В центре находится тромб Бухарского мира, вокруг находились его приближенные гости и основные приемы проходили в этой части дворца. В последние археологи первый фундамент на месте современной крепости был заложен еще в IV-III веках до н.э. За более чем 2000 лет существования крепость неоднократно разрушалась до оснований и восстанавливалась вновь. Вплоть до XX века крепость Бухары была резиденцией местных правителей. А здесь наверху находилась беседка, где находится тромб Бухарский мир, откуда он обозревал все, что происходит на самой площади. Шуховская башня – это металлическая конструкция в историческом центре Бухары. Бухарская башня сооружена в 1927-1929 годах по проекту Шухова на городской площади Регистан. Выполняла функцию водонапорной башни напротив Бухарского арка. В 1990-х годах в башне был пристроен лифт, а ее верхушка переоборудована. На ней находится вот такая смотровая площадка. В 15 веке была пристроена часть с конусным куполом, который перекрывает сам родник. И в 16 веке была пристроена последняя часть, то есть коридор, который ведет саму святыню. То есть с 12 по 16 века строился этот комплекс. Многие сюда прибывают для того, чтобы испить исцеляющей воды. Считается, что он исцеляет от многих заболеваний, в частности от кожных заболеваний. И здесь показаны водоносы. Испомните, он говорил, что они использовали кожаные мешки, керамические сосуды, по ступенькам спускались вниз, набирали воды и доставляли ее местным жителям. Здесь он показывает некоторые водоносы, и это вот их мешок, машина. Кожаный мешок. В конце рабочего дня они его оставали до солнца, высушивали и на следующий день все равно можно плачать. Такое купольное сооружение называется сардаба. Сардаба – это помещение для хранения воды. То есть они строились только за пределами города. Внутри находится также цистерна с водой глубиной до 10 метров. И туда, получается, подсоединился канал от какой-то реки. Заливался туда, в разрезе выглядит таким образом. То есть под купольным сооружением идет цистерна, по каналу вода сюда заливается, ступеньки идут до конца, так как уровень воды может повышаться либо понижаться. И путники вдоль торговых путей, они могли оставаться, спуститься вниз, пополнить свои запасы и идти дальше. Здесь у нас мастерская чеканки, можете понаблюдать за процессом проведения. То есть бухарская школа чеканки – это больше как резьба по металлу. Металл фиксируется на титул, рисуется карандашом либо через копир узор, и потом это все высекается такими специальными накладками, называется калам. Символ гранаты – это сила плодородия и большой семьи. Удор – философский, символ мудрости. Пеленают, чтобы он не упал, не поранился, накормили, уложили, закрепили так занавесочкой, и все, ребенок спит, ничто его не беспокоит, она колыбель сама качается. Единственное, что может потрешь ребенка – это мусор. Поэтому вот здесь матрасики есть проем, внизу есть горшок. Сюда вставляется вот такая вот трубка, и все стекает вниз, и ребенок постоянно сухой. Это для мальчиков, а вот это для девочек. Сейчас традиционно на рождение ребенка дарят такую колыбель, используют ее, конечно, уже редко. В конце восьмого, начале девятого века, саммониды отделяются от арабского халифата, основывают свое государство. Изюменькой этого мавзолея является его возраст, он превышает 1200 лет. То, что за стеной было, это, скажем, от садов до мкадов. Называлось это все «рабат». Рабат – это три города. Там находились некоторые рынки, там находились склады, там находились сельские угодья, например, мыловарни, пекарни, кузнечные, литейные заводы. Они все, то есть цеха, они находились за пределами города. Потому что в городе, естественно, их держать было нельзя. Скотные дворы – все было за пределами города, то есть в «рабате». А все, что внутри садового кольца – это шахристан, внутренний город. Изначально для плова нам понадобится кунжутное масло. Его мы наливаем один черпачок, будем разбавляться обыкновенным растительным маслом. Нарезки делают в терках, но и для плова именно ручная работа нас вкус придает. Эту масло только для плова мы разбавляем. Вот смотрите, проверить, чтобы прокалился масло или нет, мы проверяем спичку. Он должен вспыхнуть. Уже прокалился, мы проверили. Обычная масло, то есть также один черпак. Для 2 кг веса хватит. Начинается с мяса. Эмир постоянно готовил к своим гостям. Изначально готовился в Бухаре, потом приезжали, учились, готовили у себя. У всех получился свой рецепт. Например, в Ташкенте лук они пережали, они до сих пор так делают, потому что не знают точно рецепт. Они думают, пол должен быть таким. Но для плова все должно быть в норме по рецепту. И не надо там ничего добавлять, менять его рецепт, потому что он сам может такой на счастливый. Зира и барбарис, изюм, чеснок, горячий перец, но мы его потом снимаем. Он не разваливается. Полтора часа. Все, видите, корочка взяла. Просто сейчас, наверное, натяну, вам не так же видно. А готовится такими большими кусками. Идет морковка. Вот это я люблю морковку. Буквально 5 минут мы жарим. Ну, это у нас национальные. Как в Ташкенте национальных. Например, в Казахстане Бешбармак. У разных городах свой этот. Морковка у нас пожарилась. Мы добавляем воды. Сколько рис, и столько воды надо добавлять. Соль. И прям сколько? Девять. Соль. 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 Сразу замачиваем. Идет уже у нас морковку. Вот. Угу. Соль. Угу. Соль. 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 Это острый? Да. Цел. Здесь остро? Да. Полуострой. Чеснок? мы добавляем еще чуть-чуть зиру сейчас у нас уже закипит низ вы уже не трогайте только рис будем перемешивать а 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 последний раз перемешали аромат уже пошло все очень вкусно паркет а 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 и вдруг пробьет слезу я вспомню бухару и в памяти моей махнуя фергану а а там уже к друзьям я полечу в сурхандарью салам алейкум мои хорошие друзья салам алейкум салам алейкум ау кишлак и махаля салам алейкум салам алейкум салам алейкум салам алейкум салам родной узбекистан спасибо гостеприимной бухаре и ее жителям которые позволили нам окунуться в атмосферу этого замечательного города всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал и до скорой встречи